Пошкин Александр Сергеевич Пушкин Няня Подруг и дней моих суровых Голубка дряхлая моя Одна в глуши лесов сосновых Давно, давно ты ждешь меня Ты под окном своей светлицы Горюешь, будто на часах И медлит по минутной спице В твоих наморщенных руках Глядишь забытые ворота На черный, отдаленный путь Тоска, предчувствие Заботы Теснят твою всечасную грудь То чудится тебе В их доме, точнее в квартире Которую снимали родители Пушкина Собирались поэты, художники, музыканты Общая голомания, господствовавшая в семье Формировали ум и детскую душу Пушкина В 1811 году Пушкин учился в Царскосельском лице Первые стихи появляются в печати В 1814 году в журнале «Вестник Европы» Где публикуется его стих к другу стихотворцу Лицей Пушкин закончил в 1817 году Учеба в лицее стала для начинающего писателя Огромным жизненным и творческим опытом В 1821 году Пушкин пишет поэму «Кавказский пленник», Которая делает его одним из величайших литераторов Статисовременников Через год начинает работу над Евгением Монегинем В 1832 году поэт задумывает создать исторический роман О временах богачевщины Для чего изучает все доступные материалы Обижает многие места, где происходило восстание После всех этих путешествий осенью 1833 года Пишет историю Пугачева и песнь «Западный Савян» В 1830 году Пушкин сватается к Наталье Гончаровой А 18 февраля 1831 года Пушкин и Гончарова венчаются в Москве В основном у дожуны переезжают в царское село В 1837 году между Александром Сергеевичем Пушкиным и Жоржем Дантесом возникает конфликт Пушкин спустя несколько лет после женисьбы на молоденькой Наталье Гончаровой Столкнулся с соперником Жоржем Дантесом Молодой француз назойливо ухаживал за женой Пушкина После чего был вызван на дуэль Дуэль состоялась 27 января 1837 года на окраине Санкт-Петербурга В результате дуэля Пушкин был смертельно ранен и погиб через два дня Зимой 1837 года Ему было 37 лет Похоронен в Седогорском монастыре Он написал поэмы Кавказский пленник Полтава Медный всадник Бахчисарайский фонтан Цыган Стихи 19 октября Зимний вечер Дняня Тихотворение Ночь К морю Он создал трагедию Борис Катунов Роман стиха Евгения Ниги Повесть Капитанская дочка Сказка о царе Салтане Сказка о рыбаке и рыбке Множество других произведений Редактор субтитров А.Семкин